КОНИЧИВА! ВАТАШИВА ТАША ДЕС! Здравствуйте, друзья! С вами Таша, и я наконец-то в Японии. Я не была в Японии уже три года, от этого я была здесь очень долгое время, наверное, почти три года я здесь тоже провела, и вот мне очень непривычно вернуться в то место, где я, собственно говоря, провела своё детство. Насколько мне не изменяет память, это наша с вами, получается, шестая страна, правильно? Мы были с вами в Корее, после Кореи мы полетели в Таиланд, с Таиланда мы полетели в Италию, с Италии мы полетели в Турцию, с Турции в Англию, с Англии во Францию, мы даже успели заехать в Германию, и сейчас мы с вами в Японии. Семь стран! Я очень рада быть с вами, мне очень нравится вам показывать всё, что со мной происходит, мои приключения, и у вас есть возможность такая, попутешествовать тоже со мной. Вот, у нас, во-первых, я хочу, я очень много всего не рассказывала, очень много всего происходило, я, как обычно, куда-то исчезла, хочется рассказать, куда и что со мной происходило, что было, собственно говоря, на фэшн-вике, потому что это было настолько бешено, что мне нужно было приехать к Японию, чтобы отдохнуть. Вот, собственно говоря, мой ответ, почему я здесь, что я здесь делаю, я сюда приехала отдыхать. После того, как закончился фэшн-вик, я решила, что мне нужно взять перерыв, мне нужен отдых. Но так как я не могу отдыхать, не работая, то я подумала, куда я могу поехать так, чтобы я как бы отдыхала реально, но чтобы я в то же самое время могла зарабатывать деньги, а не просто так не сидела, потому что я не могу без работы совсем, мне становится плохо. И я так подумала и решила, бля, это же Осака, Осака, моя любимая Осака, где это моя первая поездка была сюда, здесь моё агентство, прям как семья, я всех люблю, всех знаю, все меня знают, и, в общем, я здесь. Я себя, честно говоря, очень странно ощущаю здесь, сейчас, в Осаке, потому что, когда я была здесь последний раз, я была ребёнком 14, 15, 16 лет, вот, а сейчас мне уже почти 20, но я совсем, я, конечно, всё ещё ребёнок, всё ещё глупая, не очень много чего соображаю, но всё равно я очень сильно изменилась, я так считаю. И вот приехав сюда, я живу с очень, у нас, по-моему, шесть девочек, и все они маленькие, и я как будто вернулась с детства, но вернулась уже совсем другой. Вот такие вот у меня ощущения. Итак, давайте же мы с вами начнём с самого интересного. Я думаю, фэшн-вик, это очень интересно услышать, потому что столько, сколько со мной происходит за фэшн-вик, со мной не происходит, в принципе, никогда, потому что фэшн-вик, это, в принципе, это понты. Вот всё, что нужно знать о фэшн-вике. Это трата нервов, здоровье, недосыпы, заливание в себя кофе, а, ну, по сути, ты из этого ничего не получаешь. Шоу малооплачиваемое, я бы не сказала, что так сильно много. Короче, ну, как бы и не очень мало, но можно просто быть коммерческой девочкой и нормально работать, чем вот этот вот делать фэшн-вики, летать везде, и страдать, и мучиться, делать по 20 кастингов, спать по 3-4 часа каждый день в течение трёх недель. Это просто самоубийство, на самом деле, потому что девочки стареют чуть ли не с каждым днём. Ну, лично так я себя ощущала, когда делала фэшн-вик. В Лондоне я сделала, получается, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь шоу. Это хороший результат. В Париже за фэшн-вики я сделала всего два шоу, из которых одно очень хорошее, второе так себе, но тоже, в принципе, как бы очень хорошо. Зачем я делаю фэшн-вик? Я не знаю, но зачем девочки, в принципе, делают фэшн-вик? Я тоже не могу на это ответить, но почему-то девочки, которые работают в Азии, думают, что делать фэшн-вик в Европе это настолько круто, настолько, я не знаю, престижно. Ну вот, допустим, есть у меня подруга, которая открыла Ком-де-Гарсон. И что? Она открылась, делала эксклюзив. И ничего с ней не случилось. Она дальше себе работает, что-то там сейчас в Лондоне сидит и живёт, себе спокойно работает. Есть у меня подруга, которая делает Шанель и Армани. Делает шоу. Ничего. Она не топ-модель. Она никто, как бы. Мы кем и оставались, кем и были. Если вы думаете, что вы делаете какое-то одно хорошее шоу, вы сразу станете топ-моделью, то это неправда. Ничего не изменится. Совершенно ничего. Бывает так, что тебя подтверждают на шоу ещё за пять месяцев. А бывает так, что тебя подтверждают на шоу прямо за один день до шоу. Так, давайте по порядку. Во-первых, начнём с того, что во время Лондона фашистника я почти не спала. Я спала по 3-4 часа каждый день. Это был какой-то кошмар. В день у меня было по 15-17 кастингов. 17 это был мой максимум. В тот день, я не знаю, я думала, я когда ходила в туалет, я плакала. Вот, вот настолько мне было плохо. Это просто действительно... Чтобы вы понимали, Лондон это, в принципе, большой город. И кастинги находятся в очень разных точках Лондона. Если, допустим, сравнить Париж с Лондоном, то здесь будет попроще, потому что в Париже всё находится максимум в 20-30 мутах. То есть, если у тебя даже 20 кастингов, то это сделать их вполне реально. Но Лондон, когда у тебя 17 кастингов, и когда тебе от одного кастинга нужно ехать час до другого, там ты пытаешься что-то сделать ещё, но тогда какой-то следующий кастинг стоит через 15 минут, ты едешь обратно. И, короче, в принципе, всё, что мы делали, это ездили вот с одной точки в другую, с North, East, West, и весь день просто ты встаёшь в 6 утра. Ты кушаешь. Кушала я очень плохо. У меня, я не знаю, не было времени совершенно есть, не хотелось есть, и поэтому я не заморачивалась. Я либо ела какую-то мерзкую еду, либо совсем ничего не ела. Вот. И во время фэшн-мика я, в принципе, ела одну дрянь, всякие сэндвичи быстрого приготовления, всякие сосиски. Вот Париж, это вообще просто мне доказал, потому что Pocket Money были небольшие, и мы, чтобы экономить, питались две недели самыми дешёвыми сосисками и самыми дешёвыми макаронами. Почему? Я не знаю. Но сейчас, приехав в Японию, я очень рада, что наконец-то могу поправить своё здоровье и начать нормально питаться. У меня здесь гречки 5 килограмм, я вам попозже покажу. Все девочки пооставляли. Я ем гречку, я готовлю себе супы, и я даже просто сейчас смотреть не могу на вот эту вот еду быстрого приготовления, там всякие быстрозаваримые лапши, бургеры, сэндвичи. Я уже их так объелась, что действительно я больше на них смотреть не могу. В первый день Fashion Week я уже выглядела как панда. Не знаю почему, но я проснулась, как проснулась. У меня были очень большие проблемы со сном. Почему-то в той квартире, в которую я переехала, я совершенно не могла спать. Я там была месяц, и вот весь месяц я вообще не могла практически спать. Я не знаю почему, может какая-то там была аура, духи или что-то еще, но это реально было не смешно, потому что я не могла спать. Мне даже моя хозяйка давала таблетки всякие, снотворные, они не действовали совершенно, чтобы вы понимали. Поэтому я не спала. Вот. Самое мое первое шоу, которое я сделала, даже себе выписала, потому что у меня с памятью не совсем. Это было к Сиауле, это было очень просто, как обычно, култайм, сколько, в 6 или в 7 утра, и нормально 3 часа отработала, нормальные хорошие деньги, все, счастье, радость, погнали дальше на кастинг. Мое второе шоу, которое я делала в Лондоне, это было Кутурисимо, это очень хороший бренд, я делала на них еще кампейн, я, кстати, не знала, что это был кампейн, потому что мне сказали, что это просто тесты, но я сделала на них кампейн, потом он везде висел на сайтах и даже на бигбордах, вот, в принципе, тоже все прошло очень ничего, прямо на лайнапе, перед тем, как мне нужно было выходить на шоу, я позвонила своему букеру и спросила, я вам рассказала уже историю, я думаю, вы увидели из предыдущих влогов, что меня слил Джаспер Конран, вы можете себе представить, я работала полгода, практически каждый день на Джаспера Конрана, я знала, что меня должны взять, потому что на меня вся одежда была пошита, вся одежда, а у меня очень странный тип фигуры, у меня, допустим, ручка очень маленькая, у меня здесь, там, 23 или сколько сантиметров, у обычных девочек 28-29, они не влезали, у меня вот здесь вот очень худое, худенькое, худое, у меня очень странный тип фигуры, поэтому, я не знаю, где они вообще таких девочек набрали, вот, и меня слили с шоу, представьте, я стою на лайнапе, на Кутурисимо, уже вот сейчас будет шоу, я, мне позвонила мой букер, я говорю, Лиса, привет, слушай, там, можешь мне сказать, что по поводу Джаспера Конрона, они меня подтвердили или нет, всё-таки, наконец-то, конечно же, я думала, что да, и Лиса мне говорит, Таша, тебя сливают, просто нужно было, я вам покажу вот здесь вот фотографию, вот с таким вот лицом я вышла на показ, у меня просто в глазах такая безмерная грусть всего мира, у меня было такое ощущение, как будто меня, не знаю, ну, родной человек кинул, как будто меня бросили, кинули, семья предала, вот такое вот было у меня ощущение, потому что Джаспер, родненький, я же на тебя столько работала, у меня вены вылазили на ногах, у меня, блин, шея болела, я плакала каждый день после твоих фитингов, я их всё равно делала, из-за уважения к тебе, я никогда не опаздывала, ну, там, только два случая, когда мне нужно было ехать на кастинги, потому что агент заставляла, а ты меня не взял, ну, я понимаю, это прихоть у дизайнера, что тут могу сделать, но обида у меня на него всё-таки осталась, и больше я фитинги на него не делаю, по той простой причине, что я больше не могу делать, ну, по крайней мере, мне нужно взять какой-то перерыв, вот я сейчас его взяла, потому что это была какая-то мука, я просто работала на фитингах всё время, и, окей, да, платят хорошо, нормально, но нужно делать какие-то перерывы, потому что так заниматься всё время, это, это действительно, это нереально, я не знаю, буду ли я с ним работать дальше, может быть, через полгода, может быть, и нет, этих дизайнеров очень много, Джаспер ко мне хорошо относился, но время идти дальше, вот, я немножко сейчас подожду быть фитинг-моделью, потому что я думаю, что я не только фитинг-модель, не только манекен, я могу быть кем-то больше, итак, на следующий день, больше после этого я влоги уже не снимала, потому что у меня еле глаза открывались, и я выглядела очень плохо, и чувствовала себя очень плохо, поэтому я совершенно ничего не снимала, но сейчас я вам об этом рассказываю, я делала Ричард Квинн, во влогах я рассказывала, что, когда мы сидели с Соней в Макдональдсе, я вам рассказывала, что мне нужно, мне сказало агентство поехать на кастинг, я взяла такси, и заплатила очень много денег, в итоге я приехала, а кастинг-директор уже ушел, я была очень расстроена, потому что я даже кастинг не сделала, потратила деньги и нервы, тут в итоге, час ночи, мне звонит босс моего агентства, у меня 17 кастингов было до этого, я не то, что мертвая, я просто, ну, я не знаю, все, капец, Гитлер капут, я хочу спать, и он мне звонит и говорит, Таша, не спи, пожалуйста, еще час, потому что тебя сейчас подтверждают на шоу, я такая, хорошо, спать не буду, сейчас, я обещаю, ложусь на кровать, и я просто не могу, у меня глаза слепаются, тело уже выключено, ничего не могу делать, и он мне опять звонит через 40 минут, уже почти 2 часа ночи, Таша, не спи, еще буквально 20 минут, сейчас тебе, типа, придет вся, тебя вроде подтверждают на шоу, на какое, я не знаю, ага, и, в общем, не спи, пожалуйста, мы сейчас тебе все скинем, я такая, хорошо, я не сплю, давай, полтретьего, я уже вырубилась, слышу звонок, Таша, тебя подтверждают на шоу, ура, поздравляю, я говорю, да, хорошо, на какое шоу, на Либерти, Ричард Квин, тот кастинг, который ты пропустила, каким-то макаром, твою композитку все-таки заметили, где-то, я не знаю, они может передали, или как, и то же самое время, девочка, которая должна была быть, у нее там появился какое-то другое шоу получше, поэтому ее слили с шоу, и поэтому им нужна девочка срочная, поэтому они выбирают тебя, я такая, окей, хорошо, колл-тайм 6 утра, и я, я просто думаю, ну капец, сейчас почти 3 часа дня, ночи, а мне в 6 утра нужно быть уже на Оксфорд-стрит, ехать больше часа, 2 часа поспать, это победа, просто потрясающе, я вырубаюсь, я встаю по будильнику, не то, что встаю, я сразу вспрыгиваю с кровати, потому что, если я хоть немножко еще полежу, то я просто вырублюсь, и никогда не проснусь, я вспрыгиваю с кровати, быстро иду в душ, принимаю холодный, ледяной душ, чтобы хоть как-то прийти в себя, не прихожу в себя вообще, потому что уже 3 дня сплю, там по пару часов, приезжаю туда, на этот Ричард Куин, там очень много моих знакомых работают, нормально тусуемся, пьем кофе, и тут я понимаю, что что-то не то, я смотрю на костюмы, а там полностью закрыты лица, и все, и вот все, вот эти вот, конечности человеческие, то есть полностью не видно ни лица, ничего, просто какой-то мешок на голове, и мешок на всем теле, я думаю, ну круто, а зачем модели выбрали, почему нельзя выбрать простых людей, а так как у меня, я делала, если вы помните, пашельник на студентов, и там было такое, что на меня одели мешок, без моего разрешения, я даже не знала, то у меня как бы появилась фобия, я не могу больше одевать на себе на голову никакие мешки, потому что у меня сразу начинается паника, на меня одевают этот мешок, закрывают, я говорю, я не смогу выйти, я не смогу выйти, потому что у меня паника, мне меняют, на меня в итоге надевают какой-то, я не знаю, как это назвать, ну я вам покажу фотографию, вот так вот я сделала, Ричард Куин, в 6 утра, моё какое-то там по счёту было шоу Хуй Жен Жан, до сих пор выговорить его не могу, это очень хороший бренд, китаец, ничего особенного, это было типа шоу, презентация, и нам нужно было делать вот так вот шоу, у нас было всего, наверное, модели 20, нас очень много фотографировали, и нужно было делать шоу 8 или 10 раз, ну, короче, ничего интересного, самое интересное, то, что мне вам очень хочется рассказать, это как я сделала шоу на Эвейк, Эвейк это русский бренд, в общем, вся команда русская, дизайнеры русские, но они типа основаны в Англии, то есть их бренд английский, но на самом деле они все русские, вот так вот, короче, прихожу я на кассинг, вижу всех русских, все с Москвы, у всех такой говор хороший, чистый русский, но с моделями почему-то, с русскоязычными, общаются на английском, не знаю, почему, я им что-то говорю на русском, но как бы свой человек родной, да, зачем с тобой говорить на английском, они со мной на английском, ну ладно, такая мулька, кстати, очень многих людей русских, они почему-то стесняются того, что они русскоязычные, они не показывают это максимально, вот допустим, как Федор Голан, дизайнер, русский вообще, я не знаю, он пытается косить под англоязычным, у него плохо получается, но я не знаю, какие-то понты дешевые, я не знаю, почему они такие чокнутые на голову, почему они стесняются своей национальности, так вот, Эвейк, все было классно, им очень понравилось, и это был, наверное, последний день фашины, когда было это шоу, платили, очень хорошо, команда, очень хорошая, просто все было в восторге, напоминаю, еще раз, сплю я каждый день по 3 часа, 3, 4, я не знаю, даже 5 не было, 4 это был как бы потолок, ага, меня отмерили, я знала свой лук, на мне была шляпа вот такая вот, которая давила в голову, очень странное платье и костюм, но в принципе коллекция мне нравится, зашла, очень прикольно, у нас был култайм, как обычно, в 6, в 7 утра, я уже не помню, по-моему, каждый раз, каждый день у меня был култайм, в 6, в 7 утра, если девочкам кому и зло, у них был култайм попозже иногда, то есть можно было там хотя бы до 9 поспать, то я же вставала каждый день, вот так вот, в 4, в 5 утра, шла мгновенно в ледяной душ, и сразу же шла, просто шла, ничего не понимая, выходила из дома и бежала, бежала, чтобы прийти на култайм, ага, и так, значит, мы пришли утром всеми девочками, со всеми девочками, и нас начинают делать прическу, нас начинают красить, мне что-то наложили какой-то лак на голову, очень холодный, я не знаю почему, и к нам подходит заместитель дизайнера какой-то, и говорит, девочки, вас сливают в шоу, извините, пожалуйста, на русском, вы можете идти, и слили всего 5 девочек, наверное, из нашего агентства, нет, это даже меньше, а еще из нашего агентства, осталось штук 7, мне смешно, мне все равно, я подхожу к Джолине, Джолина это немка, я говорю, Джолина, нас слили, пошли, она говорит, в смысле, почему нас слили, потом будем разбираться, сказали уходить сейчас же, пошли нас сливают, мы идем в агентство, злые как собаки, у меня волосы мокрые, на улице ветер, холодно, я могла бы заболеть, да, окей, я прихожу в агентство, наш босс там просто грызет, метит все, что за фигня, какого черта их слили, прямо, ну вот, прическа уже была готовая, все было готово, можете себе представить, он звонит дизайнеру и говорит, чтобы она сейчас же заплатила, за всех моделей, за нас, и за тех моделей, которые останутся, прямо сейчас, если она сейчас же не заплатит, тогда все модели, еще семь штук, между прочим, уйдут с шоу, она сразу же платит, через полчаса, мы сидим, жилины, пьем кофе в агентстве, расслаблены, потому что у нас свободный день, там еще, по-моему, может пару кастингов стоит, но они уже будут попозже, мы такие кайфовые, расслабленные, сидим, пьем кофе, думаю, наконец-то отдохну, вот, последний день, все-таки молодец, сделала, а вы знаете, что такое русская душа? Если заплатила на деньги, то надо же как бы отрабатывать, естественно, правильно? Через 40 минут, эта дизайнерша звонит, нашему боссу и говорит, не, ну я же заплатила за них, тогда пусть они возвращаются, мне смешно, мы с Джолиной возвращаемся обратно, злые, пипец, ну потому что, ну как-то бесчеловечно, ну ребят, ну серьезно, ну выгнула, ну выгнула, ну зачем нас назад возвращать-то, ну ладно, окей, все, можно понять, простить и отпустить, мы, у нас даже не было репетиций, я не знала, как идти совершенно, просто попросила, подошла к одному парню, сказала, покажи мне хотя бы карту этого подиума, куда идти, там нужно было идти буквой П, думала, ну ладно, как-то пойду, без репетиций, без ничего, как-то пойду, да, хотя шоу это очень крутое, нас докрашивают, нас одевают, на меня одевают очень большую шляпу, очень тугую, которая очень сильно давит мне в голову, как-то пояс мне был очень тугой, и обувь на меня была маленькая и тугая, предыстория, в день я пью, пила, по 5-7 чашек кофе, чтобы хоть как-то, хоть как-то, не знаю, держаться, и тут я прихожу на авейк утром, и смотрю огромную коробку Red Bull. Я не пью Red Bull совсем, и после этого случая, который случился со мной, я никому в жизни не советую пить эту гадость, которая просто разрушает вас. Я думаю, не, ну чё, я же уже 5 дней почти не сплю, чё, я возьму Red Bull, выпью, ещё и халявный, ещё и бесплатный, ещё и так много, я выпью Red Bull до этого, на голодный уже так выпил 5 чашек кофе, вообще, мощнейших, просто тройное, эспрессо какое-то, там, вот так вот пила, вот так вот садилась, вот так вот, плохо мне было, меня трусило, и так каждый день. А тут думаю, выпью Red Bull, вообще никогда не пила, но выпью, чё, наверное, будет лучше, это же Red Bull, он же бодрит, и придаёт тебе крылья. Пью я Red Bull, всё нормально, вроде бодриком, вот это вот всё проходит, мы уже пошли в агентство, мы вернулись, мы уже стоим на лайнапе, начинается, ребята, шоу. И тут происходит самое интересное. Мне становится плохо, у меня начинает болеть голова. И сзади меня стоит русская девочка, которую зовут Диана, я вам, может, когда-то показывала её во влоге, и я говорю, Диан, что-то у меня голова, блядь, я не знаю, что, может, из-за погоды, или, может, не спала, ну, что-то голова покалывает, странно. Ладно. Стоим ещё минуту-две, я понимаю, что не смешно, у меня реально колет голова. Я говорю, Диана, что-то мне вообще, как бы, не прикольно, я не пойму, голова болит, может, у меня есть таблетка, она говорит, да-да-да, сейчас тебе, типа, дам. Проходит ещё минута, мне становится плохо, у меня начинается температура, жар, сердце бьётся с такой скоростью, что, я думаю, оно сейчас выпрыгнет. Я начинаю задыхаться, на меня всё давит, я прикладываю рукой к стене, чтобы хоть как-то удержаться, но я понимаю, что я уже ничего не вижу. Короче, обморок, привет. Но это был очень страшный обморок, честно, сердце билось с такой быстрой скоростью, что я думала, я не знаю, это приступ или что, ну, короче, уже абсолютно все замечают моё состояние, что мне не очень, что у меня всё лицо красное, и уже началось шоу, и вот как раз я стою, передо мной стоит девочка, после меня стоит Диана, девочка выходит, и тут я просто падаю, прямо перед моим выходом. Редушком стоит русский дизайнер, она начинает очень громко материться на всю катушку, просто, как она мне испоганит шоу, что это вообще такое, зачем, и они выпускают Диану передо мной, я понимаю своим отключённым мозгом, что, ну, как бы, меня взяли на работу, так нельзя, я должна выйти, хоть как-то, но я должна выйти, потому что, ну, блин, ну, я не могу подвести, и плюс, как-то мне будет самой перед собой стыдно, потому что меня всё-таки забукировали, из очень многого количества девочек, и как я не выйду, я встаю, убираю в себя воздух, и не выдыхаю, потому что, если бы я выдохнула, то я бы упала, я набираю воздух, и иду, и, в общем, лицо, вы можете посмотреть, какое у меня было, я только сделала, я не помню, как я шла совершенно, но как только я вернулась назад, я обратно упала, проснулась я от того, что возле меня сидят доктора, и они меня спрашивают, ты сколько спала сегодня? Я говорю, три часа, а вчера? Три часа, а позавчера? Два часа. А что ты на завтрак сегодня ела? Ничего. А что ты ужинала? Чем ты ужинала вчера? Я не помню. Ну, а ты вообще вчера что-то ела нормальное там? Да, два яблока. Это настолько смешно и грустно, и после этого случая я, как бы, я не осознавала, что я вообще творю. А так вот, когда у меня такие вопросы простые спрашиваю, и я думаю, боже, что я делаю? Зачем я над собой так издеваюсь? Зачем? Зачем это вообще нужно? Этот фэшн вик? Что он делает? Я не понимаю. В общем, и вейк я сделала, и на следующий день мне нужно было ехать в Париж. Я отработала Лондон, я была очень уставшая, я думала, что это просто капец. Если такое в Лондоне, тогда что будет в Париже? Что будет в Париже? Мне кажется, я вообще не выжил постаренно 20 лет. Вот, спасибо, что были со мной. С вами была Таша Тарусова. Я вас люблю, целую, и не обнимаю. Субтитры сделал DimaTorzok